Подготовка к выборам проходила в соответствии с календарным планом, который был утвержден Центральной избирательной комиссией. В бюллетене голосующую видят 11 кандидатов, 5 от политических партий и 6 самовыдвиженцев. Всего на выборах будет открыто 95 избирательных участков, которые находятся на территории Гагаринского и Балаклавского районов, а также частично в Ленинском. В данной избирательной кампании нарушений фактически никаких не было. То есть в нашу избирательную кампанию никаких жалоб не поступало, никаких происшествий не было. Напомним, промежуточные выборы в Севастополе были назначены в связи с тем, что 22 марта Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Павла Лебедева в связи с назначением его министром обороны страны. Промежуточные выборы отличаются тем, что мы проводим выборы одни-единственные во всей стране, то есть единственный город Севастополь у нас участвует. И еще в том, что только 224 округ. То есть много звонит к нам жители Севастополя из других районов, то есть Ленинского района, Снахимовского, узнают о том, что будут ли они принимать участие. Всего получено 155 082 бюллетеня, которые 5 июля были розданы участковым комиссиям. На данный момент все избирательные комиссии, все 95, 96 сформированы. Значит, имеется руководящий состав, полностью, значит, все члены комиссии, и они готовы к работе. Всех желающих проголосовать избирательные участки ждут 7 июля с 8 утра и до 20 часов вечера. Дмитрий Слизовский, Денис Александрович, Олег Ивашенко. Программа «Наше время». Продолжение следует...